Работа общественной приемной направлена на решение вопросов, с которыми к нам обращаются граждане. Работа построена так, что каждый месяц у нас ведут приемы глава и его замы, также депутаты. Обращаются вообще с разными проблемами. Это и жилищные проблемы, это и ЖКХ, это и юридическая помощь, это и обжалование решений в суде. Вопросы абсолютно различные. В процессе приемов в основном этот вопрос решается положительно. В общественную приемную Сергеево-Пасадского отделения партии «Единая Россия» к Михаилу Токареву поступило обращение по поводу предоставления жителям земельных участков. В данном случае возникла проблема с выкупом земельного участка, на котором стоит незаконная постройка. Хотя в то же время право на жилой дом было официально зарегистрировано. Есть закон 1986 года, где строительство запрещено, но надо было получить вам разрешение. Обжаловали именно ответ администрации. То есть они не рассматривают в кассе, когда административное дело производства, они не рассматривают наличие спора и все остальное. Они говорят, попробуйте еще раз. Она говорит, ну может быть они знаете, как вот там жилое строение не соответствует тому, что вот оно жилое, там угрозу жизни несет окружающим гражданам и все. Надо было бы ей по-другому чуть-чуть пойти. И надо было бы признать незаконную постройку по 22 статье. Все. Мы предоставили варенную земельный участок. Мы можем этот земельный участок теперь продать? Нет. Не по преимущественному праву, что дом стоит, а вообще продать? Мы его можем продать, но... Опять, тот, кто... Сейчас, все правильно. Кто-то арендует земельный участок, правомерно плачивает арендную плату, у нас никаких претензий нет по исполнению условий договора. Он не имеет преимущественного права по выкупу земельного участка? Или для этого обязательно должен быть дом? Ну, то есть какая-то постройка зарегистрирована? Там смысл в чем? Мы не можем его сейчас пустить в торговку, потому что есть там чужой дом. Они зарегистрировали право собственности на этот дом, несмотря на то, что у нас есть решение суда, где дом стоит незаконный. То есть, ну тогда, чтобы продать это земельный участок, нужно снести дом. Мы через суток пойдем, мы сейчас сделаем экспертизу, назначим. Все, тогда, как будет решение суда, вы тогда мне позвоните, мы-то дальше с вами встретим, и дальше за это выберем. Хорошо. Договорились? Угу. Спасибо большое. Жительница деревни Константиново Шеметовского поселения Галина Кузнецова обратилась по вопросу переселения из аварийного жилья. По состоянию здоровья у Галины Кузнецовой есть острая потребность как можно скорее переехать в квартиру со всеми удобствами. Нам сказали, что очередь наша подойдет вот в этом году. Да, а теперь мы говорим, что вас переносят на 21-й год. На 21-й год. Но я как инвалид, я не могу в таком жиле проживать. Мне, я операции с 15-го года переношу, потому что у нас нет... С кем вы живете? С мужем мы живем. То есть у нас 15-й год признан аварийным. Да, у нас все дома до 17-го года, они уже включены в адресную программу. Все. То есть зафиксировали, что дом аварийный. Обращение Галины Кузнецовой было взято в работу и назначена дата встречи с заместителем начальника управления градостроительной деятельности администрации района Игорем Саженом. В общественную приемную со своими вопросами и проблемами может обратиться любой житель Сергиево-Посадского городского округа. Запись на прием ведется в порядке живой очереди по адресу проспект Красной Армии, дом 190.